Всем привет! Здравствуйте, дорогие невесты! С вами Ирина Амурова, и сегодня мы поговорим об объединяющих традициях, которые можно провести на поездной регистрации зимой. Конечно же, большинство пар, наверное, 90% из 100 предпочтут провести свадьбу именно в летний период. Якобы и фотографии будут красивыми, и гостям будет максимально комфортно, и солнце, и зелень, и все-все-все. Но я считаю, что это ошибочное убеждение. Почему? Потому что сравнивать свадьбу зимой и свадьбу летом нецелесообразно, ибо свадьба в зимний период имеет совершенно иной характер и абсолютно другую атмосферу. Если вы хотите узнать о том, как организовать самую лучшую, самую красивую свадьбу зимой, это, конечно, не ко мне, это к Ирине Корневой. Ну, а я вам расскажу, как можно удивить гостей и как можно интересно провести выездную регистрацию в зимний период. Я уверена, что кто-то сейчас скажет, свадьба зимой, ну ладно, это еще куда не шло, но выездная регистрация зимой, да еще и на улице, как такое возможно? А это возможно. Самое главное – позаботиться о своих гостях и продумать логистику свадебного дня так, чтобы во время выездной регистрации, которая будет на улице, гостям было, да и вам тоже максимально удобно. Но мы сегодня будем говорить не об этом, а расскажу я вам о двух объединяющих обрядах, которые вы можете взять на заметку и использовать на своей выездной регистрации, если вы планируете свадьбу зимой. Поскольку эти обряды сравнительно новые и не особенно распространены, пары, так сказать, не успели их еще заюзать и замылить, у них нет названий, поэтому я взяла на себя ответственность и дала этим обрядам название. Так вот, первый обряд называется «Любовь растопит лед». Итак, давайте разбираться, как же проходит этот обряд и что нам для него необходимо. Колечки обручальные и формочка для льда. Колечки опускаются в воду, вода замораживается, а во время выездной регистрации эту формочку для льда подносят молодым дети-ангелочки. Это даже не формочка для льда, это полноценная льдинка, в которой спрятаны обручальные кольца, заморожены. Ребятам поднесли эту льдинку и вот начинается сам обряд. Они своей любовью и теплотой своих рук растапливают этот лед. Растопили, взяли колечки и обменялись обручальными кольцами. Для наших ребят это было очень символично, потому что в основу свадебного дня легла концепция под названием «Любовь растопит лед». Изначально выездная регистрация планировалась не в лесу, а на озере. Обычно в это время озеро замерзшее, поэтому там должны были выстроить декоратор и конструкцию красивую свадебную для выездной регистрации, и там должна была проходить сама церемония. Но этот год был удивительно теплый, именно февраль месяц. Честно скажу, впервые за многие годы в Москве февраль был такой солнечный и такой теплый. Поэтому, когда все приехали в лес, они удивились от того, что снега фактически не было. В этот день было невероятно тепло, солнечно и неснежно. Ну и, конечно, как вы могли догадать, как вы могли догадаться, уже опережают слова мысли. Как вы могли догадаться, озеро растаяло. То есть церемонию с озера перенесли в лес. Я тоже не оставила вот этот удивительный природный факт. Это природное явление без внимания. И в ходе церемонии я также обыграла это словами, что посмотрите, насколько сильная любовь у ребят. Она даже над природой возымела власть. Тем самым мы обыграли концепцию свадебного дня «Любовь растопит лед» и провели этот красивый объединяющий обряд, который я назвала, как вы могли догадаться, в честь концепции свадебного дня «Любовь растопит лед». Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. А мы двигаемся с вами дальше. Я хочу представить вам еще один красивый объединяющий обряд, который можно проводить на улице в зимний период во время выездной регистрации. И я его назвала «Теплота твоих рук». Для этого обряда нам понадобятся рукавички. Но это не стандартные рукавички. Эти рукавички придется заказать заранее, потому что это пара рукавичек и одна совместная большая рукавица. Вот именно в нее в ходе церемонии пара опускает свои руки, скрепляя их, и дарит тепло своих рук. Здесь можно обыграть красивыми трогательными словами, что отныне вы не будете чувствовать одиночество, ибо вас двое. Вот это соприкосновение рук и вот эта вот крепкая сцепка как раз-таки об этом и говорит. Или, например, отныне вы не будете чувствовать холода, ибо каждый из вас станет теплом для другого. Или же можно обыграть более веселым текстом, когда ребята соединят свои руки. Пусть они дадут обещание, что отныне, когда вы будете выходить гулять в зимний период, вы всегда будете брать одну совместную рукавичку и гулять по улице, не расцепляя рук. Ну, в общем, как-то так. Здесь очень много вариантов, я накидала вам несколько. Вы можете взять именно тот, который нравится вам больше всего. Вот две объединяющие традиции, которые можно провести в зимний период. И, кстати, летом они будут смотреться не очень. А вот все летние традиции, которые мы с вами разбирали в зимний период, будут смотреться так же хорошо, как и летом. То есть в зимнюю копилку прибавляется еще два обряда. Напомню, первый обряд мы с вами разбирали, он называется «Любовь растопит лед». А вторая традиция – это «Теплота твоих рук». Думаю, что если поискать в интернете, то можно найти и другие объединяющие обряды для выездной регистрации в зимний период. Но эти два мне показались наиболее интересными. Поделилась с вами. Если у вас есть какие-то интересные мысли, может быть, во время моего рассказа у вас что-то родилось, или знаете другие альтернативные варианты, обязательно расскажите в комментариях. Я их добавлю в свой список объединяющих обрядов в зимний период. Мне будет очень интересно почитать, что же вы написали. Ну, а мне остается сказать вам спасибо, что посмотрели это видео. Напомню, что в течение трех месяцев мы разбирали огромный раздел, целый блок, который называется «Объединяющие традиции на выездной регистрации брака». Этим выпуском мы закрываем этот блок и переходим к новым темам. Следите за новостями, всем хорошего настроения и пока-пока!